Вечер добрый! Слушаете вы свое радио, надеюсь, как всегда, потому как, что вам еще остается слушать? Ничего лучшего не бывает на свете, потому что в эту студию приходят, как минимум, я сейчас говорю о программе живые, в эту студию приходят очень интересные музыкальные коллективы совершенно разных направлений и жанров. Мы, в общем, формат не определяем, мы определяем качество музыки. Есть у нас добрая традиция, сложившаяся уже за три с лишним года существования программы. Сначала песня, после чего, естественно, познакомимся поближе, а песня станет в некотором смысле музыкальной заявкой. И для тех, кто слушает сегодня эфир с самого начала и впервые вас услышит, это даст понять, что сегодня будет происходить. Погнали? Как всегда, живой звук программы живые. Поехали. Погнали? Как всегда, живой звук. Погнали? Как всегда, живой звук. Погнали? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, начало положено. Здесь сегодня ремарк. Так называется коллектив. Коллектив молодой, коллектив интересный, коллектив, я бы сказал, очень перспективный. Поэтому будем знакомиться с ними сегодня подробненько. Я полагаю, что сегодня у многих случится мазкая болезнь из-за качки. Ну, головой-то болтать надо. А когда головой болтаешь много, иной раз возникает какое-то такое вот легкое недомогание. Поэтому мы сегодня желаем всем вам в хорошем смысле недомогания. Знакомьтесь, пожалуйста, с этими молодыми, отвязанными людьми. Группа Ремарк. Еще раз напоминаю, произносите, пожалуйста, правильно пишется это. Латиницы и поют они исключительно латинскими буквами. То есть на английском. Русских песен, как я понимаю, нет в репертуаре. У него этот микрофон не надо говорить. У тебя же видишь, вот смотри, какой эфирный микрофон. Красавчик какой. Смотри, с красной лампочкой горячий. Ну, что ты. Итак, Александр Огородников, правильно? Я? Я? Вокал коллектива. Ты как в школе, е-бому. Ну, в общем, в принципе, недалеко ушел. Да-да-да, я и хотел об этом сказать. Братцы, мы с вами должны знакомиться так, чтобы вы могли что-то сказать. Правда? Поэтому, когда я каждого из вас представляю, кинокарафончику подходите, что-то говорите. Ладно, чтобы вас слышали, помимо игры вашей, еще и ваши голоса. Роман Орехов, гитара. Я. У них отточена эта, я смотрю, история. Денис Новиков, ничего нового, гитара. Всем приветики. Дальше пошли обновления. Иван Попов, бас, гитара. Здрасте. Ну, и человек, у которого свой собственный микрофон, своя собственная кухня, пусть и стеклянная, но тем не менее личная, в собственном пользовании. Артем Аркелян, барабаны. Это я. Вот эти пятеро молодых людей представляют из себя команду под названием Римар. Как называлось первое произведение? Первое произведение называлось H-C-E. То есть, ты еще не заучил точно? H или H? H. H. Ах, H. Я заучил название, просто не знаю, как точно произносит эта буква. Понятно. Ну, у нас всегда... Это аббревиатура. Да, понимаю. 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 Сколько времени существует группы? Давай начнем с этого. Мне это любопытно очень. Ну, собрались мы в 2009 году. Почитаю, я почитаю. Ну, мы не играли сначала на гитарах. А, просто собрались, да. Побухать. Играли в компьютер. Нормально, естественно, нормально. Мужская тусовка. Собрались, посидели, побухали, поиграли. В танчики-нибудь? Нет, тогда... Я не помню, какая была игра. Не помнишь? Нет. А вообще-то танки сейчас модные, когда они пошли-то, я не помню. Ну, не в 2009, мне кажется. Чуть позже. Позже, да? Наверное. Еще до танков собрались. Еще до танков. Фу-у-у, такие пещерные люди, получается. Так, хорошо. Собрались, что делали? Ну, думали, чем заняться по жизни. Ну, действительно. Ребята доучивались, а я прогуливал свою учебу вместе с ними. Потому ты солист, я понимаю, да. Так, и когда начали поигрывать? Ну, где-то через год мы начали поигрывать. В десятом. То есть пять лет тому назад. Да, да. Ну, а когда дата, какая дата, ну, скажем так, образовательность? Обычно коллектив ставит некую дату. Но мы ставим 2009 год. Все-таки 2009? Да, да. Когда побухать собрались? Да. Ну, нормально. Ну, в принципе, естественный процесс. С этого и начался ремарк просто. Ремарк начался гораздо раньше, я тебе скажу. Если иметь в виду тот прототип, с которого вы назвали. Есть еще какой-то ремарк? Ты закончил учиться? Нет. Скажи мне, пожалуйста. Ну, что у тебя все впереди. У тебя масса открытий интересных к твоей жизни впереди. Я тебе гарантирую. Ты познакомишься с ремарком. А сегодня мы с ремарком знакомим аудиторию своего радио. Друзья мои, писать нам просто. Если вам удобнее смс-ками, ну, например, вопросы задавать или какими-то эмоциями делиться. 4647, короткий номер. Сначала пишите свои, пробельчик, заводным и отвязанным пацанам. Ой, тут тоже какие-то интересные сообщения. Ну, это, правда, не там, не на смс-ках. Группа ВКонтакте, то бишь, официальное сообщество своего радио. Тут все очень просто. Анонс давно выложен. Парни, развалясь на каком-то диване на этой фотографии. Где вы взяли такой диван, господи, прости? Сейчас я рассмотрю его внимательно. Он с коронами? Вот зачем он тут гламур-то вообще? Это наша фотография, нам бы смотреться. Да ваша, ваша. Ну, тебя-то не узнать невозможно. Ваш велосипед там на заднем плане где-то. Кирпичные стенки. Ну, в общем, смотрите внимательно. Это, собственно, и есть анонс в самом тексте анонса. Название коллектива группы Ремарк выделено синим. Так, несправедливость. Очень небольшая группа. Надо ее пополнять. У меня к вам большая просьба. Эту небольшую пока группу ВКонтакте надо как-то сделать поболее. Поэтому давайте-ка вступайте в это сообщество. Будет полезно и вам прежде всего, потому что будете получать информацию об их концертах, турах мировых. Правильно? Скорость начнутся уже. Ну, уже начались. Об альбомах. Когда? 19 марта у нас сольный концерт. Где? Не поверите, в Москве. Да ладно? Да. Столица. В самой столице Российской Федерации. Сам ты, я не отсюда. Поэтому для меня это... Сейчас поговорим об этом тоже. Обязательно. Так вот, пишите туда, пожалуйста. Я имею в виду сейчас группу ВКонтакте. Все ваши эмоции делитесь ими. Чаты для вас работают. Подчеркиваю, их два. Один на сайте своего радио, сваради.фм. Там, собственно, все видно. Чат написано словами из трех букв. Понятное. Очевидно, не забудетесь. Плеер сверху на сайте. Длинненький такой. Слева он онлайн-аудио. Это чтобы слушать эфир. Справа онлайн-видео. Это чтобы еще и смотреть. Синий кружочек такой. Кликаете на него. И вот она вам в части. Планета.ру представляет нам картинку. Там тоже есть чат, в котором тоже можно отписываться. Ну, все, что касается коннекта, я рассказал. Откуда ты, если ты не из Москвы? Я из города Кемерово передаю привет, потому что меня сейчас точно смотрят родители. Во всяком случае, они обещали. Но сегодня пятница, мало ли, 12 часов там уже в Кемерово. После полуночи. Возможно, и в клубе. Ну, помаши родителям. Куда хочешь, Маша, неважно. Все равно тебя видно отовсюду. Ну, вот туда. Привет. Мама и папа. Как маму зовут? Маму зовут Татьяна. Папа как зовут? Александр. Вот Александр и Татьяна, я полагаю, мы с вами в возрасте недалеко друг от друга ушли. Хороший парень у вас? Вырос. Вырос. Хоть и не учился нифига, но вырос такой хороший парень. Как минимум, по-английски поет, не понимает нифига, но поет хорошо. Ну, мне рассказывают. Потом. Ладно, ладно, все, шутка, конечно. Группа московская считается или какая? Российская. Да ладно, вот эти без понтов давай. Как вы группу-то позиционируете? Какую? Какую? Москва. Город Москва, да. Москва. Ну, из Кемерово ты один? Ну, да, пока да. Остальные? Остальные с разных городов, в основном с Москвы. С Москвы. Девушка, вы с училища, да, еще какая? Барабанщик с Петербурга. Из Москвы, давай. Из Петербурга. Ну, с такой фамилией только из Петербурга. Естественно, да. Я так понимаю, что ты как раз и есть светила науки в этой группе. Ты как раз светоч, потому что ты из столицы культурной. Вот мне сейчас, мне кажется, наиболее резко ударило в уши вот это вот с Москвы. Вот. Я прям аж... Я потом тебе руку отдельно за это пожму, да. Хорошо. Да-да, я из Москвы. Из Москвы. Из Москвы. Есть анекдот замечательный, такой коротенький. Я очень страшно люблю приводить в этом случае, когда стоит девушка такая красивая, симпатичная девчоночка, стройненькая. Ну, извини, меня курит напротив учебного заведения. Бежит мальчишечка, который искал это учебное заведение, пробегает мимо нее, суетится, не может понять, какой номер дома. Девушка, извините, пожалуйста, девушка, вы с училища? Еще какая? Да. Так вот, из Москвы, из Санкт-Петербурга. Кто еще... Хорошо, Изаба, разрешите, я запишу. Запиши, пожалуйста, запиши. Зафиксируй себя, это очень важно. Кто еще откуда? Остальные из Москвы? Еще какие, скажи. Окей, в любом случае, радио, оно должно нести еще некую просветительскую миссию, чем, собственно, мы и занимаемся. Представляя молодые, интересные коллективы, еще и пытаемся, ну, как-то чему-то обучать. Чуть-чуть. Чуть-чуть, без обид. Нам небольшие не надо. Я понимаю, тебе, в принципе, чуть-чуть только направить и сам дальше пойдешь. Альбомов у вас, как я понимаю, целый один? Да. Нет, я говорю целый, потому что группе сколько времени, это не так много, а альбом уже есть. Это круто. Более того, я полагаю, что этот альбом был выстрадан, вымучен. Ну, обычно первый альбом, первый альбом, это трудная работа. Да, можно так сказать. Потому как парни-то наверняка дрались с тобой за право вносить какие-то коррективы в музыкальную палитру, в музыкальную картину. Ну, дрались, я фиксирую, я в кавычках говорю, но спорили же. Ну, конечно. Ну, это вообще очень долгий был процесс. Я понял уже. Когда выпустился альбом, когда он вышел? Он вышел 12 января 2016 года. Подожди секундочку. Свежак! Так, подожди, он только что вышел. Только что? Ты ты шо? Да. Вот видишь как, зафиксируй себе, я сказал. Ты ты шо? Да, да, да. Но мы можем поблакать на ридной украинской мове. Ты ты шо? 12-го. Кто выпускал? Лейбл какой-то или сами по себе? Сами. Сами. Сами по себе говорят. А ты даже не в курсе, что ли? Ну, я же занимаюсь другими вещами. Я пою в этой группе. Окей, а это получается совсем-совсем свежая работа. Первая работа коллектива под названием «Ремарк». Правильно? Да. Первая песня, которая была, это, собственно говоря, не заглавная, я так полагаю, песня. Одна из, как называют, проходных. Ну, почему проходная? Она у нас такая, как бы, почувствовать. Я понимаю. Мы с ней все начинаем концерты. Какую-то из песен, которые вошли в этот альбом, вы своей визиточкой считаете? Да, безусловно. Когда она будет, ты укажи на нее тогда. Хорошо. Чтобы ощущения, которые есть у вас, я попытался сравнить со своими, ладно? Хорошо. Это тоже бывает важно. Надо петь дальше, что это будет? Это будет песня «Pussy Queen». Хорошо. Не зря учился, я тебе скажу. Ну, переводить не будем. Я думаю, те, кто хоть немножко владеет языком... Кто с Москвы, тот понял. Да, особо те, кто с Москвы. Те обязательно все поняли. Как всегда, как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Ремарк». Поехали. Ремарк Субтитры сделал DimaTorzok 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 Коллектива было очень много, потому что начал заниматься ударными инструментами достаточно давно. Но когда я пришел в Ремарк, я позже всех пришел в Ремарк, получается, в эту группу, я понял, что это то, что мне по душе. Потому что коллектива было много, и было много поисков, и так далее. Но коллективов много было в какой стилистике, скажем? Все в таком жанре? Ой, на самом деле очень много было разных стилистик. Была и поп-музыка, была и рок-музыка, был металл, были какие-то хип-хоповые вещи. То есть, ну, там было прям намешано очень много всего. А сколько тебе лет, могу узнать? Мне 27. За 27 лет сколько групп ты сменил? Ну, я думаю, что групп, которые существовали больше полугода, ну, штук 5 точно. Ну, это еще немного. Ну, немного. Это еще немного. Я лично, например, хотел тебе пожелать, чтобы это была твоя, как бы сказать, последняя, не то слово, конечная станция. Вот так, чтобы это уже было навсегда. На это и расчет. Ну, потому что, да, развиваться коллектив может только тогда, когда в нем действительно классные музыканты, и расти они могут вместе. А тебе сколько? Мне 25. Забыл? Я очень долго всегда вспоминаю. Не знаю, уже последние лет 8, я очень долго вспоминаю сколько. Последние 8 лет тебе 25. Да. Я понимаю, да. Ну, так ты себе зафиксируй, так татуировочку надо сделать. А я хочу просто вычислить средний возраст коллектива. Парни, вам поскольку? Мне? Да. 20. Сколько сейчас? 24. 24. 24. Давайте по очереди. Тебе сколько? Аналогично 24. Так. Он считает. Я тоже 24, и мы самые три самых образованных человек из этой группы, если кому-то интересно. И поэтому молчим. Всем интересно. То есть я самый необразованный человек в этой комнате, потому что я больше всех в этой группе. Возьми микрофон к себе ближе, пожалуйста, раз уж мы с тобой зацепились. Образован в каком смысле? В музыкальном плане? Скорее в общем. Ты что закончил? МГУ. На кого учился? На юриста. То есть ты юрист? Да. Тут я думаю, я ни дня не работал в профессии. А вот второй гитарист, он тоже окончил МГУ и тоже юрфак, но он действующий. Юрист? Так что да. А где работаешь? В смысле юрист где? Юрист-консульт? Да, я работаю юрист-консультом в очень большой корпорации. Ну, я просто вижу по твоим седым волосам в твоем возрасте, в таких корпорациях очень быстро люди сидят. Я бы сидел еще до нее, до работы. Ну, ты не принимай это близко к сердцу, я просто понимаю, что работа тяжелая. Если это большая, тем паче, возможно, это, я так понимаю, даже не российская корпорация? Нет, это исключительно российская, это госкорпорация. А, тогда госкорпорация. Ну, понятно, тогда госкорпорация. Тогда, тем более, держись, держись. Спасибо. Найди какое-нибудь средство для укрепления волос, потому что быстро выпадают в этих корпорациях. У тебя хорошая шевелюра, жалко просто будет. А ты один из самых образованных тоже. Ты кто? Я архитектор. Да, боже ты мой. Да. Ты работаешь по профессии? Да. Да ладно, а когда же на музыку-то время остаются? Ну, приходится чем-то жертвовать. Так чем ты сейчас жертвуешь? Архитектурой, получается? Местами. Архитектор чего? Они же разные же. Ну, в общем. Не, не бывает в общем архитекторов. Не, бывают. Не бывает. Не знаю, строительство какое? Жилое строительство, промышленное строительство, мосты. Как повезет. Нет, мосты. Это сложно очень. А, вот, видишь, а ты говоришь, все бывает. То есть, получается, все-таки ты по строительству, да? Да, общественное здание. Вот, ну, все, видишь, как мы определились. В Москве? Ну, сейчас да. На твои работы, а раньше? Ну, я же говорю, как повезет. Может повезти, что и не в Москве будет что-то. А было что-то уже не в Москве? Пока нет. Молодец. Хоть не загадываешь. А есть что-то, на что можно было бы посмотреть, к чему-то руку приложил? Ну, сейчас строится как раз. Да ладно, что именно? Небольшой физкультурный комплекс. Москва-Сити достраивается. Небольшой физкультурный комплекс. Да. А где? В северном Дегунино, улица Ивана Сусанина. Добраться бы посмотреть, прям стало любопытно. Ну, пока там Котлован только. А, абсолютно. Это самое главное архитектурное произведение. Пока Котлован. Но там будет как раз вот именно твоя работа, да? Да. То есть полностью, от начала до конца. Ну, в большей степени. Круто. Нет, ну, круто. Это правда круто. Это правда круто. Да, давайте, правильно. Правильно, когда Огородник сам солист аплодирует своим музыкантам. Круто. Получается, что 3 по 24, 27 и 25. Средний возраст 24, 25. Вот так и получается где-то. Я имею в виду возраст этих ребят. И собрались 5 лет назад. Когда было там по 20. А так, вам-то вообще что это было? Вообще совсем нет. Я их после школы встретил как раз. Портфель взял у них и говорю, пойдемте играть музыку. Вот и получается, что эта группа школьная, да? Имея в виду, начало было положено еще для них в школьные годы, да? Да. Можно ставить небольшую ремарочку? Ремарк давай, ремарочка. Изначально группа была без Саши Огородникова. Ах, так это вот он позже. Это я слышу впервые. До этого он говорил, что он вас нашел, он вас сам. Название было придумано уже вместе с Сашей, но сама группа, она существовала. Это Рома, я и барабанщик, которого зовут Виктор Киселевич. Он уже давно с нами не играет, но ему привет, может быть, он смотрит. Он приложил огромные усилия к записи нашего альбома. Да, он все барабаны он записывал. Передай ему привет. Понятно. Что вы слышите на альбоме. На альбоме барабаны не Артема, а бывшего барабанщика. Жалеешь об этом? Я иногда плачу по ночам. Я вижу. Вижу, глаза красные. Я думаю, что ж такое? Ночь была тяжелая. Плакал всю ночь. Хорошо, когда музыканты сами понимают друг друга. Когда ты не ревнуешь. Не ревнуешь ведь? Нет, нет, конечно. Он уехал в другую страну, поэтому чего ревновать? Чего ревновать, действительно? Теперь все лавры твои. Люди слушают альбомы, говорят, о, какой Артема, так классный барабанщик. Давайте дальше споем, ребят. Что это будет? Это будет песня Fallen. На ней у нас есть клип. Ух ты, даже клип есть. Призываю всех посмотреть. Обязательно. А я сейчас прошу всех тех, кто свободен, со свободными руками, прямо в ленту, если найдете его где-нибудь в сети, скиньте, пожалуйста. Мы походу посмотрим. Вообще бывает интересно, когда ребят в студию поют, а я в это время беззвучно смотрю клип. Вообще потрясающая история. Ремарк здесь сегодня. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 А что это за спортзал-то такое? Что это за помещение? Это зал Origin. Очень большой зал. Очень клевый зал. И, собственно, сам актер, который снимался, его Тимур зовут. Все ссылочки на него есть. Можете полюбоваться на его фотографии, если захотите. Актер тот, который гимнаст? Да, который гимнаст. Так он гимнаст, а не актер? Нет, он вот в ролике, он актер. А, в ролике. Он по совместительству гимнастов. В студии вы музыканты, а в ролике он актер. Да, все правильно. Собственно, это специальный такой зал для гимнастов. И там очень дружеский коллектив, все очень хорошо. Нет, ну и ролик снят. Он не затейливый, ну, то есть там нет никакой такой особой, ну, скажем, выпендрежа, как сейчас, знаете, там компьютерная графика какая-нибудь. Просто зал, просто играют музыканты. Просто очень красиво работает на кольцах, как я вижу, да, и на брусьях. Молодой гимнаст. Вроде даже на коне там есть. Да, он скачет на коне, да, шашка в углу, а скачет на коне. Ну, в общем, для девчонок такой ролик. Ну, естественно, это наша основная аудитория. Вот, видишь как, я даже тебя не спрашивал, ты понял мой вопрос по определению. То есть вы, в общем, группа для девочек. Нет, секундочку, это я сейчас напрягся. Для девчонок. Нет, для женщин. Если для тебя слово девочки, это какое-то слово ругательное, для женщин. Нет, 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 для меня это не ругательное слово. Для девочек. Вы к этому, на самом деле, нормально относитесь. Ну, как, а что, Битлы же раньше вспомнили. Потом уже положительно. Для начала терпеливо. Я к тому, что Битлсы слышу. Домашняя заготовка. Битлсы. Как я там, господи, я никогда ничего не готовлю. Я о вас вообще ничего не знаю, я впервые вас вижу. Какая может быть заготовка? Я, честно скажу, сегодня тот самый случай, кстати, я забыл об этом сказать. Тот самый случай, когда я вообще ничего из вашего творчества не слышал. Логистикой программы занимается Юля. Она приглашает музыкантов. Многих из которых я хорошо знаю, потому что они и в ротацию мной были взяты, и масса была перипетий жизненных. А вас я услышал, скажу честно, позавчера. Это абсолютно клянусь. Ну, как и все наши слушают. Клянусь. Потому что я стараюсь не готовиться к эфиру вообще, потому как мне самому должно быть интересно. Иначе публике не будет интересно слушать, а вас ничего. Поэтому я точно сейчас так же, как и они, получаю от вас же самих информацию. Поэтому сделаю это все красиво, чтобы никого не надуть, никого не обмануть, мягко скажем, ни меня, ни их. Вот, например, Антон Востриков, он практически повторяет мою фразу. Ну, видимо, он просто ее не слышал. Исполнение, конечно, взрослое и качественное. Как музыкантов, так и вокалистов. Попробую дождаться еще каких-нибудь эмоций. Как так получается-то? Ну, со мной стороны, английский. Знаешь ли ты английский? Действительно, это просто слух хороший. Ты на память поешь. Не то, чтобы я говорил на нем, но я знаю абсолютно все значения, значения всех слов, которые есть в наших песнях, на нашем альбоме. То есть тебе объяснили заранее, я понял. По ходу. Я к тому, что и с произношением вроде бы таких больших огрех-то нет. Это значит, что... Не знаю, может быть, это талант какой-то. Я говорю, больших огрех нет. Понимаю все сразу, чтобы мне не приходилось повторять. Хорошо, хорошо. Но, тем не менее, ты работаешь с этим, с языком, над языком? Да, да, я хожу на уроки. Ну, давай так, теперь вернемся тогда немножко назад. Буквально позавчера, что я сейчас не вспомню, какой из дней. Программа «Каждый вечер». Забываешь, кто был вчера. Говорили мы о том, что масса молодых групп сегодня. Масса. И это Питер, Москва. Действительно, в этих крупных городах очень много хороших репетиционных баз. Все базы битком забиты молодежью. Молодыми пацанами, играющими вот гитарную, живую настоящую, не попсу, вот эту шняжную, да, а нормальную, живую, красивую, честную музыку. И очень многие из них на английском. Потому что нынче, в общем, в принципе, это разделение русский-английский, оно тихонечко сминается, стирается. И слава богу, потому что я считаю, что в музыке нет языка, в музыке есть музыка. Это гораздо важнее. Вы стали петь группа. Теперь уж не знаю, раз его не было в коллективе с самого начала, иди отвечай ты как самый серьезный человек. Почему принято было решение петь по-английски, не по-русски? Я, кстати, ничего против не имею, не подумай ничего, просто мне интересно. Ответ простой, просто мы выросли на англоязычной музыке. Так все до сих пор выросли на англоязычной музыке. На новой англоязычной музыке. Ария, так она вообще с Эйрон Мэйдой не сползала. Все по-английски, а что ж поют? Просто была изначально такая идея, что мы делаем тексты на английском, поем на английском. А кто пишет тогда тексты? Мы сами пишем, сами пишем музыку, сами пишем тексты. Подожди, чтобы писать тексты на английском, надо владеть английским. На уровне разговорного и литературного языка вместе с этим. Или как? Да, но мы справляемся. Кто у вас так хорошо владеет языком? Ладно, я открою секрет. Все тексты пишет Ваня. То есть это сейчас мне все объяснило, я понимаю, да? А Ваня вырос в Лондоне, я так понимаю, в принципе, да? До сегодняшнего дня, он только сегодня оттуда приехал. Я к тому, что, я чего пытаю вас с пристрастием. Это очень круто, что это делается на английском, правда? Но очень часто было раньше, как минимум, музыканты, которые поют свои песни на английском, они потом отдавали тексты еще носителям языка, которые какие-то коррективы вносили. У вас как с этим? Да, у нас есть знакомая, которая живет в Лондоне, которая подруга подруги, она просто вносит грамматические поправки. Вот видишь как, я же знать не знал, но я понимаю, что это именно так и должно быть. У меня же опыта больше, ты же понимаешь, я же все это уже прошел неоднократно. То есть у вас в любом случае есть корректировщик? Да, есть человек, который просто проверяет грамматику. Вот это и круто. Мне просто хотелось бы, чтобы если вас услышали англоговорящие люди, ну, то есть носители языка, чтобы они носики-то потом не морщили, понимаешь? Чтобы они сразу слушали и спрашивали, вау, из Шураша? Такой случай был, и не однажды, когда... Я почему об этом говорю так сейчас? Потому что это важно. Есть такая группа «Фугуфиш», чудесная группа, ну, понятно, сделали круглые глаза, не знаете. Группа «Фугуфиш». Рыба, Рубов, что говоришь? Я знаю такую группу. Замечательная команда, наша российская. И вот как-то однажды на «Музыка Москва» это происходило, был некий такой, как обычно в фестивале проходит молодых музыкантов. А в жюри сидели всяческие крутые западные американские музыканты, даже не буду называть их фамилии, вы их по группам знаете. Вот один из них, а я тоже был членом этого жюри, один из них, когда они поют, поворачиваются ко мне, вот такими круглыми глазами глядя в глаза, мне говорят, это же Раша, это еще и есть. Он говорит, вау. Вот я бы хотел, чтобы американские, британские музыканты, или там критики, услышав вас, говорили, вау, неужели это Россия? Чтобы не стыдно было. Поэтому я и спрашивал, есть ли у вас тот, кто поправляет, корректирует? Есть. Молодцы. Так, а вокалист учился где-нибудь вокалу, спрашивает Лекса. Офигенный голос, пишет она. Офигенный, черт возьми. Кстати, сегодня у тебя дебют. У вас у всех дебют, я так понимаю, да, на радио? Никогда же раньше не играли, не пели. Я даже не дозванивался ни разу. А это не важно. Нет, у Артема не дебют. Нет, да? Да, у меня не дебют, я играл на радио. На каком? А я не помню название. Вот и все. Заменял барабанщиком. Вот неправильно. Ты никогда не играл на радио. Ладно. Сегодня в любом случае в таком составе ты дебют. На нормальном радио я не играл. Молодец. Вот это хорошо. Пирожок у нас там. Лиза, есть у нас пирожок дополнительный? К чему спрашиваешь? Где-то учился, нет? Да, собственно, поэтому я и оказался в столице. Я из своего укрованного уголка в Кемерово переехал сюда учиться вокалу. Куда? Закончил ГМК ЭДИ. Тогда он назывался так. Государственный музыкальный колледж и странно-джазовое искусство. На Ордынке. То есть ты джазовый исполнитель, по сути дела? Не-не. То, что нужно обязательно петь джаз, мы узнали только на третьем курсе. У меня было очень много споров насчет этого. Но ты сказал, что нет, я приехал в джазовое училище, джаз пить не буду, сказал ты. Ну да. Я не один был такой, просто кто-то принял то, что нужно петь еще и джаз. У меня с этим возникли. Приехать в странно-джазовое училище и удивиться тому, что там надо петь джаз? Не, просто выбор небольшой был, куда приехать. Удивительно. Знаешь, как поступил на иностранный язык, на пятом курсе обнаружил, что надо изучать английский. Удивительная вещь, сказал я сам себе. То есть ты джаз не поешь? Ну, просто не лежит к этому душа. Я думаю, что можно этому научиться? Ну, в принципе, если захочешь, наверное, научишься. Но то, что ты делаешь вне джаза, как минимум из того, что я слушаю, это круто, правда. Это очень хорошо. Это очень по-взрослому. Вот реально. Это очень так, как будто бы вы уже играете лет 20 вместе. Такое ощущение, слушаю вас, что вот через год-два у вас юбилей, четверть века вместе. Серьезно. Это очень круто. Это очень круто. Так, а о том, как и где вы будете играть на разогревах, мы поговорим чуть позже. Давайте интригу повесим. У этих ребят очень интересная перспектива. Есть парочка групп, на разогреве у которых они будут играть. Я так понимаю, очень скоро это случится, да? Да. Хорошо. Но ты не баси тут все свои. Ты-то как-то так, да. Ну, мало ли. Как будет называться следующая песня? Следующая песня будет кавер на известного исполнителя Алекс Клэра. Too Close называется песня. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня ремерка. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Ну, еще одна группа у вас есть, о которой можно было бы похвастаться, я полагаю. У которой играли на разогреве. Долп. Хорошо. Не угадал? Угадал. Видишь, как я знаю, наверное, а ты гадаешь. И еще? Восф, конечно же. Молодец. Конечно же. Еще один пирожок получишь. Я, кстати, могу еще сказать, что мы 30 января играем на Light Fest в Уфе. Это будут наши первые гастроли. Да, поэтому привет, Уфе, ждем. Привет, Уфе. Да, и мы, собственно, приедем. Все, кто с Уфы. Я вам скажу так, то, что вы играли на разогреве у ВАСП, это уже говорит о том, что вы группа сильная и серьезная. Как это произошло? Они вас сами выбрали? Ну, тот же слэш, например, ВАСП. Да, на самом деле нет. Мы просто... У нас есть отдельный специально обученный человек, который занимается договариванием, как это по-русски. Ну, в общем, он договаривается. Действительно сложное слово, да. Да, я просто из Питера об этом несложно. У нас есть менеджер, да, который договаривается и просто приходит и говорит, «Ребят, хотите сыграть на разогреве у Слот?» Мы такие, ну, ладно. И все, идем, играем на разогреве у ВАСП. А с ВАСП? А с ВАСП мы говорим, ну, ладно. Ну, то есть реакция, например, знаковая. Вот, да, то же самое. А ВАСП, когда вас услышали, не сказали? Ну, ладно. А мы не знаем. То есть они вас не слышали? Нам сказали, что нет, они, естественно, слышали. Ну. То есть, ну, если мы сыграли, значит, все окей. Мало того, что если вас позвали, уже все окей. Ну, во-первых, случайных музыкантов по таким группам просто не зовут играть на разогрев. Что вы, давайте не будете скромники какие. Ну, начнем с того, что это вообще огромное, мне кажется, достижение для молодой группы. На секундочку, сыграть на разогреве там у того же Слэша у ВАСПа. По-моему, это круто. Да, конечно, круто. Ну, все, прими, это как факт. Я принял. Все нормально. Спасибо. За Кузбасс болеешь? Конечно. За какой? Волейбольный? Кемеровский. Ну, хоккей с мячом. Волейбол. Ну, волейбол, подожди. Хоккей с мячом, по-моему, сильнее, чем волейбол. Ну, хоккей с мячом. Кемеров. Не болеешь, нет? Или ты за волейбол больше болеешь? Ну, волейбол мне больше нравится. Ну, хоккей с мячом я, да. Я был даже на матче, когда в школе учился. Ну. С кем была игра? Не помнишь? Енисей. Ой, Енисей. Енисей, да, одна из сильнейших команд. Правильно? Мы уже играли. Я как житель Красногорска очень внимательно слежу за клубом Кузбасс, потому что есть такая чудная команда в Красногорске, Зоркин называется. Слышал. Так, секундочку, вернемся к ВАСП. Что значит, слышал? Одна из лучших команд в Российской Федерации и в мире. Мы не сильнее Кузбасса. 7-6 в позапрошлом году, 14-2 в... Угу, только Кузбасс вылетал. А вот и не подеретесь, а вот и не подеретесь. Хорошо, что спортивный болезнь... А спортом занимаешься каким-нибудь? Ну, нет, профессионально нет. Так? Для себя? Ну да, бегаю, качаю что-нибудь. Связки тоже мышцы. Это гениальный ответ для вокалиста, действительно. Человек занимается спортом каждый день. Он качает связки. Никто спортом не занимается? Понятно, все, ответ дан. Я вижу по их лицам, что в принципе этот вопрос можно дальше не муссировать. Давайте дальше петь, потому что нам нужно еще успеть до конца часа как минимум две штуки, да? Две комзицы исполнить. Ну да, надо сказать спасибо. Я думаю, что вы меня поддержите. Звукорежиссер программы «Живые» Михаил Коренков. Это тот звук, который сегодня слышит аудитория. Собственно, благодарность ему. Поехали. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня ремарка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА